В Татарстане протестировали ходовые качества необычных транспортных средств, а точнее самодельных саней разной модификации. Главное условие, чем оригинальнее, тем лучше. Наш корреспондент Светлана Костина проверила на себе, каково это прокатиться с горки на русской печи. Мы космонавты на корабле «Восток-1» совершим первый неуправляемый полет сегодня. На этом без преувеличения летательном аппарате в свое первое путешествие отправятся только самые известные космонавты. Задача для ракеты непростая – доставить экипаж не вверх, а вниз с горы. Летом часть катамарана, зимой – настоящие реактивные сани. Скорость будет сверхзвуковая, сверх мы боимся просто, что у нас слезы потекут из глаз от счастья. Отправить в плавание свою черную жемчужину приехал сам Джек Воробей и капитан Дэвид Джонс. Судно явно требует ремонта, но как в голливудском кино – завораживает. И вот уже каждый хочет на нем прокатиться. Не страшно, наоборот, весело и позитивно. Наоборот, адреналинчик такой. 15 участников, 15 реактивно-креативных саней. Задача, кажется, проста – как можно быстрее скатиться с горы, а еще уехать как можно дальше. Но, например, глядя на эту русскую печь, с трудом верится, что она вообще поедет. Поехали! Это самый отчаянный отрезок! Вы представляете? Несмотря на то, что эта печка, вы видите, она была достаточно неповоротливая, но мы доехали до самого финиша и даже переехали. Некоторые сани, с виду неказистые, хранят в себе древние традиции. Члены этой команды приоткрывают нам секреты. Сани сделаны по старорусской технологии, которую Антону Миронову рассказал его дед. Ствол дерева подрубался и с веревками стягивался так, чтобы лыжи поднимались наверх. Здесь все стянуто корой и вымоченным деревом. Среди участников нашелся даже Йомобиль из Елабуги. Здесь все, как обещано, работает от альтернативных источников энергии. Никакого топлива. Сани, как известно, бывают разные. Вот видите, здесь еще и модные. Участники этой команды называют свой номер крещения. Видите, они раздеваются. Сейчас они залезут в воду и поедут. Герои из Африки – скользящие петухи и ковры сани леты. Организаторы обещают повторить фестиваль снова и советуют участникам готовить сани летом. Светлана Костина, Олег Матюшин и Анатолий Минеев. Первый канал Татарстан.